Здравствуйте! Комиссия по делам несовершеннолетних. Несколько слов, которые знают все подростки и их родители, особенно если у них есть конфликт с законом. Но не все знают и понимают, что именно КДН помогает сохранить семью, а не разрушить ее, если есть проблемы. Об этом и поговорим сегодня в «Полный голос». На первую встречу родители, чьи дети признаны в социально опасном положении, приходили с опаской. И после встречи они уходили и говорили, вы знаете что, а мы думали, нас снова будут ругать, а к нам относились как к обычным людям, и мы придем в следующий раз. Тогда, когда ребенка отбирают из семьи, родители имеют право на общение с ним. Вот это право никто не забирает, а наоборот оно поощряется, чтобы не потерять вот эту ниточку. Если есть какие-то проблемы, связанные с потреблением, если кто-то из близких, друзей, знакомых говорит, что все-таки какая-то проблема появилась, и если даже, в первую очередь, если у вас есть несовершеннолетние дети, стоит обратиться все-таки к доктору-наркологу. Всем здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Наталья Игнатенко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Могилевского область полкома, Денис Геннадьевич Хмельков, заместитель начальника отдела прокуратуры Могилевской области, Сергей Васильевич Гопеев, врач-психиатр-нарколог Могилевского областного наркологического диспансера, и Тамара Михайловна Козыра, психолог высшей квалификационной категории. Тема сегодняшней нашей беседы актуальна и очень непростая. Проблемы в семьях, чья ответственность? Школы, милиции, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, родителей. Постараемся найти ответы на эти вопросы. Наталья Сергеевна, несколько слов о КДН. КДН, самая основная функция, это защита прав и законных интересов детей. Порой приходится защищать ребенка и от него самого, как от противоправного поведения, так и от того, что происходит в семье. Но, конечно, это не навязчивые какие-то меры, которые не соответствуют правам и обязанностям ребенка. Это скорее оказание помощи и содействия по всем проблемным вопросам. Если говорить в цифрах, то около трех тысяч детей в нашей области находятся в социально опасном положении. Здесь необходимо сказать, что это такое. Социально опасное положение – это когда родители не выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, тем самым наносится ребенку ущерб. Не имеется в виду сейчас какие-то физические, хотя есть и такие случаи. Скорее имеется в виду откровенное нарушение их прав детей и на питание, соответствующее возрасту, и на развитие, необходимое для ребенка. Тут очень много аспектов. Ну а вообще, социально опасное положение для семьи – приговор? Я бы сказала, это однозначно не приговор, это рукопомощь. Для семьи и для ребенка в случае устранения всех факторов неблагополучия – это просто, скажем так, это такое положение семьи, когда ей необходима помощь извне. Не стоит рассматривать это как вторжение или какие-то насильственные методы, далеко нет. Это оказание помощи какого рода – психологической, правовой, консультационной, вплоть до того, что это помощь в решении бытовых вопросов. И по учетам очередности, и по жилью, и по даже, бывает порой, это ремонтная работа, когда семья не видит всех условий, да, приходится убеждать, что в этом есть необходимость. Конечно, это не приговор, это помощь. Тамара Михайловна, насколько я знаю, вы работаете с детками из таких семей. Вот они же понимают, что к ним какое-то особое отношение со стороны взрослых. То есть, когда вот приходит рейдовая группа домой, ну, это же для них стресс определенный. Вот как на них влияет вот этот статус социально опасного положения их семьи? Давайте разграничим про рейдовую группу и про статус. Да. Потому что когда да, когда ночью рейдовая группа производит изъятие детей, естественно, это стресс, чисто психологический. Но если ребенок поставлен в социально опасное положение для помощи оказания, и эту помощь оказывают все субъекты профилактики, такие как школа, соседи, правоохранительные органы, то ребенок просто окружен заботой. И то, что он находится в социально опасном положении, большинство детей они не ощущают на себе. Ими просто больше занимаются. Они начинают вовлечены быть в разного рода кружки. Они начинают вовлекаться в интересную деятельность, в которую, к сожалению, их родители не смогли определить. И вот это окружение заботы помогает им посмотреть, что жизнь играет совершенно другими красками. Не только домашние скандалы, или когда я сижу в телефоне, и родители, например, до ночи на работе, или наоборот занимаются своими делами, то эта помощь оказывается ребенку для чего? Чтобы он посмотрел, что кроме той жизни, которая существовала в его семье, есть еще совершенно другая, намного более интересная. А ребенок уже, когда вырастет, он выберет, какая ему жизнь интереснее. Та, которую вели родители, или та, которую ему показали другие люди. Про социально опасное положение, если говорить, то здесь больше работа взрослых людей. У детей проблем нету. У них есть взрослые, которые не могут решить детские проблемы. Поэтому для меня социально опасное положение ребенка – это когда взрослые, именно семья, не смогли сами с этим справиться. Это то, о чем говорилось здесь. Мы должны все вместе вооружиться и оказать помощь, показать, что можно строить жизнь по-другому. Научить родителей. Одно время мы проводили встречи, это немножечко в этой теме, но расскажу, как работать с социально опасными семьями вживую. Мы проводили встречи на базе различных школ, как психологи выходили. На первую встречу родители, чьи дети признаны в социально опасном положении, приходили с опаской. И после встречи они уходили и говорили, вы знаете что, а мы думали, нас снова будут ругать. А к нам относились как к обычным людям. И мы придем в следующий раз. И что парадокс какой? Те группы, которые мы вели с коллегой, дети, которые присутствовали у нас на группах, им уже по 20 с лишним лет. И мы до сих пор, когда встречаемся в городе или в общественном транспорте, эти родители рассказывают об успехах их детей. Показывают фотографии, рассказывают, кто женился, что они уже бабушки и дедушки. Это говорит о том, что при правильно поставленной работе мы сможем вместе помочь не только детям, но и семье разобраться с их проблемой. И со стороны государства делается много для поддержки семей разных, молодых, многодетных, те, которые в социально опасном положении. Изменяется законодательство. Денис Геннадьевич, прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос. Помимо оказания помощи, например, с 1 января 2024 года внесены изменения в постановление Совета Министров номер 22, где это касается критериев показателей социально опасного положения. То есть туда добавили такой показатель, как необеспечение родителями, законными представителями несовершеннолетних, за их воспитанием и времяпровождением, в результате чего они получили тяжкие телесные повреждения от воздействия внешних причин, факторов. Это, например, падение с высоты, отравление психоактивными веществами. В частности, чаще всего это алкоголь. Да, естественно. То есть родители оставили без присмотра родить своих детей? Да, они оставили без присмотра своих детей, и ребенок попросил постороннего мужчину. Мужчина купил ему алкоголь, он его выпил, и потом уже прохожие нашли его на лавочке в состоянии отравления. Вызвали бригаду скорой медицинской помощи и его госпитализировали. Вот это уже является основанием для проведения социального расследования в семье и последующего принятия решения о признании такого ребенка находящимся в социально опасном положении. Помимо этого, добавили еще такой показатель, как нетрудоустройство родителей, либо единственного родителя более трех месяцев, либо отсутствие иной деятельности, которая не запрещена законодательством, вследствие чего у ребенка не обеспечиваются основные жизненные потребности. Давайте простым языком, что если родитель более трех месяцев не работает, соответственно, он не получает зарплату, неустройство. Материальную помощь, которую он получает на детей, эти денежки идут не на ребенка, а на личные нужды самого родителя. И, соответственно, ребенок остается без пищи, без обуви, одежды, и место для подготовки к тем же занятиям в школе. Это еще один пункт, чтобы рассматривать уже ребенка, находясь еще в себе в статусе. Такой вопрос. Потом еще расширили перечень административных правонарушений, за совершение которых именно родителями может быть проведено социальное расследование. Их добавилось примерно на 50%. Почти в два раза больше стало. Можно комментарии? Да, 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 конечно. Значит, не во всех случаях, если выявляются какие-то основания для постановки в СОП, их действительно ставят, это скорее сигнал для того, чтобы на семью обратили внимание. А вот по итогам социального расследования делается вывод. Система, не система, насколько ребенку некомфортно жить в таких условиях, и тогда уже координационным советом принимается окончательное решение для понимания. То есть если это единичный случай, как-то там недосмотрели, упустили, бывает разная жизнь. Но если система, будьте добры отвечать. Здесь маленькая лимарочка, чтобы граждане просто поняли. Например, семейный скандал. Мама с папой просто поругались, вызвали милицию, статья административного правонарушения, вызов милиции, скандал. Вот на основе этого скандала обычная семья может подвергаться вот этому социальному расследованию. Собираются документы на маму, собираются документы на папу. И если мама и папа – это единичный случай их, вот этого устройства семейного скандала, то данная семья и данный ребенок в СОП не признаются. И это если простым языком. И вот еще нововведение. Это касается диспансерного наблюдения в учреждениях здравоохранения. То есть, если родители страдают хроническим алкоголизмом и отказываются посещать врача-нарколога, то, соответственно, из учреждения здравоохранения поступает сигнал о том, что такой-то гражданин не является. Мы еще поговорим по этому поводу. У нас есть сегодня представитель. Понятно, ну вот о поддержке, защите семьи. И говорил тоже президент наш Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту. Вот давайте еще раз послушаем. В стране оказывается масштабная поддержка семьям, воспитывающим детей. Будущие мамы окружены заботой. Наша система здравоохранения берет под патронаж деток еще до их рождения. Система образования создает условия по уходу за детьми с раннего возраста. Знаете, ясельные группы, детские садики. За мамой сохраняется рабочее место. Тем самым государство помогает обеспечить баланс семьи и карьеры. Для многодетных особые условия. Жилье, семейный капитал, бесплатное питание. В детском саду и у школе, да и многое другое. При этом хочу, вот говорю это, и мозг проще сверлит одна проблема. Мы обеспечиваем многодетных. А ведь тысячи фактов, когда мы для детишек деньги отдаем, а они родителями пропиваются. Вы знаете, что многодетные семьи, это не всегда шоколад. Чего бы это нам не стоило правительству и губернатору решить эту проблему. Я перед вами поставил этот вопрос. Если вы видите, что семья пропивает эти средства и до детей не доходит, примите решение на месте и обеспечьте детей. Тысячи фактов, когда деньги отдаем, а они родителями пропиваются, сказал президент. Алкоголь – основная причина, по которой изымают детей из семьи? Алкоголь – основная причина. Если мы говорим о социально опасном положении, это 70% от всех находящихся сейчас в таком положении связано с алкоголем. Если говорим о втором этапе, и немного прокомментирую, это комиссии наделены правом отбирать детей у законных представителей сроком до полугода. Основная причина – опять алкоголь. Здесь уже можно сказать, что когда мы изымаем детей у родителей, это практически 90% – те дети, которые живут в алкоголизированных семьях. На протяжении полугода с семьей тоже ведется работа, но эта работа уже несколько иного порядка. Если СОП, мы говорили, что это уровень оказания помощи, содействия, то признание нуждающимся в госзащите уже обязывает родителей на определенные действия. То есть теперь уже их не убеждают о том, что необходимо работать и содержать детей. Это является обязательным требованием со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если родители находят в себе силы и принимают меры для того, чтобы устранить все эти факторы, ребенок в семью возвращается. Собственно, это основная наша задача – сохранить семью для ребенка. Для этого мы должны достучаться до родителей. Алкоголь составляет основную проблему. Сергей Васильевич, как можно достучаться до родителей, особенно если они заядлые алкоголики? Это достаточно сложно. Вообще к нам обращаются люди не только с семьями, имеющими несовершеннолетних детей. Основная причина обращения в врачу-наркологу – это может быть как самостоятельное обращение в связи с проблемами, связанным с потреблением алкоголя. Либо после прохождения лечения и либо реабилитационной программы в различных реабилитационных центрах, либо в иных медицинских учреждениях. Опять же, обращение в врачу-нарколога – это не обязательно постановка на учет. По результатам наркологического освидетельства, наркологического осмотра, если пациенту выставлен диагноз «сидром зависимости от алкоголя», то его, естественно, возьмут на учет. Но если такого диагноза не выставлен, то будет назначено либо профилактическое лечение, либо какие-то консультации будут даны для предотвращения дальнейшей алкоголизации. В настоящее время на учете врача-нарколога, если это брать Могилев и Могилевский район, стоит, к сожалению, примерно 5,5 тысяч людей. Если это брать Могилевскую область, то это примерно 16,5 тысяч. В основном это люди трудоспособного возраста, то есть от 18 до 55 лет. Из них примерно 20% составляют женщины. И третий всех состоящих у нас под наблюдением – это люди, имеющие несовершеннолетних детей. Ну вот если говорить о тех, кто у вас проходит лечение, у них есть дети, они с ними живут, и они где находят стимул? Как вот они вылечиваются? Все-таки что-то в голове должно произойти, что они понимают все, нужно завязывать, дальше нельзя. К сожалению, хронический алкоголизм не зря назван хроническим. Это заболевание, которое вылечить невозможно. Как и любое другое хроническое заболевание, взять тоже, например, артериальную гипертензию, астму, вылечить невозможно. Но возможно перевести человека в такое состояние, в состояние ремиссии, при котором он не употребляет спиртное, его социальный статус не нарушен, он может работать, воспитывать детей. То есть он является полноценным гражданином без каких-то ограничений. То есть он принимает противоалкогольные препараты курсовыми периодами. Работа психотерапевтов, направленная на профилактику дальнейшего употребления и формирование осознания, для чего он должен сдерживаться. Это, опять же, работа группой взаимоподдержки. То есть та же самая анонимная алкоголика. Помогает? Да. Это достаточно действенная методика. То есть это люди, у которых такая же проблема, но которые осознали свою проблему и стараются помочь окружающим, их людям с такой же проблемой, как у них. Либо научиться справляться с этими ситуациями, чтобы не произошло новое потребление спиртных напитков. Это такая должна быть сила воли для того, чтобы избегать этих компаний и желания выпить. Здесь самое сложное, когда работаешь с семьями, когда они хотят встать на путь исправления. Самое сложное, ну это из практики, когда вся та компания, которая была у них до постановки в СОП или до того, как ребенка изъяли, она просто растворяется. То есть некоторые принимают решения. А новую компанию они не завели, потому что они еще ни с кем не сдружились. И этот человек, почему помощь оказывается, вот группа даже, она не на алкоголиков. Потому что этот человек остается один на один со своей проблемой. И получается, что у него жизнь, знаете, как разбрасывается на кучу осколков. Ребенка забрали, поддержку в спиртном он искал, ее тоже забрали. Друзей он отпочковал, потому что он понимает, что он хочет вернуть ребенка. Но новое общество вокруг себя он не создал. Вот для чего нужны вот эти группы, поддерживающие препараты и прочее, прочее. Вот это, наверное, самая основная работа, которую должны понимать люди с алкогольной зависимостью. Что если они хотят продолжать быть родителями и примером для своих детей, что они должны непосредственно обратиться за помощью к тем, кто им помощь эту может оказать. Ну а по мере, будем так говорить, вылечивания или поддержания ремиссии, у них начнется, они начнут обрастать новыми знакомствами, новыми хорошими друзьями. И у них создастся вокруг них новый социум, который поможет их сдерживать. Вот мы уже обсудили, что влияют на воспитание детей учителя, врачи, комиссия, милиция, прокуратура и так далее. Но кто же несет ответственность за воспитание детей в семье? За воспитание детей в семье, естественно, несут ответственность их родители. Конечно. Да, но, к сожалению, в настоящее время жесткой ответственности у родителей пока еще нет. У нас на данный момент предусмотрена только административная ответственность именно в отношении родителей за совершение их детьми. Но, опять же, это касается возраста, до достижения возраста уголовной административной ответственности. То есть это 14-16 лет. То есть если до такого возраста ребенок совершит противоправное деяние, тогда родители могут быть привлечены к административной ответственности. Но, опять же, рассматривается множество факторов и оценивается каждая ситуация индивидуально. То есть это не в обязательном порядке, если ребенок совершил мелкое хулиганство, ну, 12-летний, то его родители будут привлечены. Естественно, это не так. Опять же, будет оцениваться ситуация в семье, как они занимаются воспитанием, как ребенок характеризуется в школе, посещают ли родители родительские собрания, как контактируют с педагогами. То есть опять все оценивается в совокупности. И плюс еще, также административная ответственность предусмотрена для родителей за нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых. Ночное время, только давайте определим, это после 10 или после заката солнца? Нет, это с 23 часов до 6 утра. За это у нас предусмотрена административная ответственность. И хочу еще добавить, что на данный момент по инициативе Генеральной прокуратуры подготовлен пакет документов с целью усиления ответственности именно родителей за воспитание своих детей. Вот как воспитать родителей, чтобы они воспитывали своих детей? Потому что мы знаем, последний случай просто потрясли всю страну. Когда тот же случай в Слуцке, про него все говорили. Прибили бедного ребенка, потому что он там орал. Так вот, наверное, тоже надо и родителей как-то воспитывать. Может, какую-нибудь школу нам завести для воспитания родителей? Я не знаю. Но это мы так немного отступаем от темы, потому что болит об этом, скажем так. И вот на днях наша съемочная группа отправилась в рейд по семьям, находящимся в социально опасном положении вместе с Натальей Сергеевной. Сейчас посмотрим об этом сюжет, а потом обсудим. В семье Татьяны и Алексея из Могилева пятеро детей ждут шестого. В мае прошлого года большая семья оказалась разлученной. Дети попали в социальный приют, а родителям дали время понять, что для них важнее – алкоголь, выливающийся в проблемы с законом, или родные дети. Дали время исправить ситуацию. И эта мера комиссии по делам несовершеннолетних для родителей оказалась действенной. За три месяца они постарались изменить свою жизнь. Мать прошла лечение от зависимости, вышла на работу, а отец решил вопросы с правоохранительными органами. Для вас три месяца длились как? Конечно, вечность, но спасала работа. Каждый день работы, считай. По воскресеньям – это один выходной, в который я ездила все время к детям. Что в этот момент вы почувствовали? Почему решили изменить свой образ жизни кардинально? Ну, почувствовала страх. Поэтому я сделала себе выбор, что дети – это главное. Во всех случаях воссоединившиеся семьи остаются на контроле комиссии по делам несовершеннолетних. Во время рейдовых мероприятий специалисты проводят оценку положения детей в неблагополучных семьях. В составе рейдовых групп – работники инспекции по делам несовершеннолетних, прокуроры и правоохранители. Проводится огромная работа по устранению признаков семейного неблагополучия. И более половины детей, которые были отобраны в прошлом году, в результате такой работы возвращены в семьи. По результатам рейдовых осмотров принимаются определенные меры, которые позволяют оживить интерес взрослых к судьбе своих несовершеннолетних детей. А это не только улучшает условия жизни. Небезразличие родителей помогает даже снизить подростковую преступность. К сожалению, есть дети, которые совершают правонарушения, и именно они из неблагополучных семей, потому что мало им уделяется внимания. Данных детей тоже мы ставим на контроль и посещает их инспектор по делам несовершеннолетних, проводит работу как и с детками, так и, естественно, с их родителями. Взрослые, не омрачайте жизнь своих детей. Помните, детство должно быть счастливым. Ну вот мы с одним случаем познакомились ближе. Пять детей уже есть, шестой на подходе. Ну, замечательно. Хорошо, когда большая семья, когда много детей, но немного грустная. И все-таки омрачает ситуация, когда мама в алкоголь вбилась. Но хорошо ей помогли, подсказали, вывели на верный путь, делай за голову. Сказала, стало страшно. Работа. Мне кажется, дело спасает всегда от скук, депрессии, выгорания, от каких-то непонятных злодеяний, хождений по улицам и так далее, в том числе от алкогольной зависимости. Вот, Наталья Сергеевна, как помогаете вообще выйти из положения? Вы знаете, рецептов, как таковых, они отсутствуют. Разные семьи, разные родители спасает государственная система защиты детей в неблагополучных семьях. Мы ее сегодня постарались рассказать о ней. Это первый этап СОП. Если не получается, это государственная защита, которая с комплексом мер к родителями. Но здесь еще, наверное, важно, чтобы родители оценили свое состояние и положение. Мы все понимаем, что отобрание ребенка из семьи – это абсолютно критическая мера. Та, на которую идут для сведений, я могу сказать, около 300 детей отобрано было в прошлом году. Вернулось, если в процентах, более 57%. Это тоже результат. Да, на сегодняшний день работа продолжается более чем со 150 детьми из 120 семей. То есть это процесс постоянный. Но то, что дети теперь живут в здоровых семьях, мы это видим. Даже посредством рейдов понимаем, что такая семья, которая попала в поле зрения, она должна находиться на контроле. И здесь, наверное, кроме… Ну, я бы, наверное, даже отказалась от рейда, понятия рейд как таковое. Скорее, это посещение семьи с целью однозначно контроля. И семьи это понимают, что их контролируют. И в том числе для того, чтобы оценить, как же теперь у ребенка развивается жизнь. Если все хорошо, мы рады. Вопрос в том, насколько родитель готов принять те условия, которые перед ним ставятся, и обеспечить своего собственного ребенка. обеспечить не только материально, обеспечить лаской, заботой, ну, всем остальным для уюта и тепла в собственной семье. Для этого к вопросу о том, что делается с этой семьей, да, обеспечение трудовой занятостью – раз. Во-вторых, контроль за поведением в быту и на работе – два. Ну, и в-третьих, всевозможное оказание помощи психологической и консультационной. Конечно, порой приходится возвращаться и к восстановлению детско-родительских отношений, потому что на протяжении определенного периода родители уже теряют связь со своими детьми. И помочь им найти себя в этой ситуации – это тоже одна из основных задач. Вот есть еще такой стереотип, что к органам опеки, да, вот к комиссии по делам несовершеннолетних, вообще, когда приходят в семьи, там, не открывать дверь, пугаются. Как принимают семьи? Ну, нормально? Они по-разному. По-разному. Расскажите. Конечно, семьи принимают по-разному. Те, кому есть что скрывать, конечно, это скрывают и реагируют агрессивно. Те семьи, которые уверены в положении ребенка, вряд ли будут проявлять какое-то негативное отношение к тем, кто приходит. Надо еще сказать, что это же посещение не спонтанное. То есть человек заранее не совсем предупрежден, он знает, что его могут посетить, потому что семья находится на контроле. Потому что все вот эти посещения, которые организовываются, цель их только в одном, чтобы защитить права ребенка, а не кого-то наказать, родителей, детей избрать. Потому что все прекрасно понимают, что отобрать ребенка у матери – это огромный стресс, как для самого ребенка, так и для матери. К алкоголю вернемся. Насколько часто срываются и приходят обратно? Насколько часто срываются? По-разному. Какой-то статистике провести, трудно ее провести, но однако, если очень грубо, то примерно 40% рано или поздно людей сорвутся. Как я уже говорил ранее… Ну, они могут сорваться и сами как-то решать эту проблему. Да, это не всегда… А вот именно, чтобы прям возвратиться снова к врачу? Чтобы возвратиться к врачу, таких, ну, процентов, наверное, 20-30 точно. Вы посоветуете возвращаться или самому как-то решать? Все-таки возвращаться. Возвращаться. Даже я скажу так, обычно, когда идет… Перед срывом, обычно человек, зависимый от алкоголя, он чувствует, когда он может сорваться. И в этом случае ему лучше заранее обратиться к специалисту, к врачу специалисту. Предупредить. Предупредить этот срыв, пройти какое-то, может быть, профилактическое лечение. Для того, чтобы не сорваться, не для того, чтобы не довести ситуацию до критической отметки. Так. Ну, вот критическая отметка у самого человека, уже в семье критическая отметка. И пришло то время все-таки забирать ребенка подальше от горя и беды. Как это сделать с минимальными психологическими, скажем, потерями, травмами для самих детей? Это зависит от специалистов, которые это будут делать. Ну, здесь обсуждался очень такой важный вопрос, что ребенка не приходит ни с того, ни с сего забирать. То есть до того, как до забора, ну, это минимум шесть месяцев, минимум шесть месяцев, к ним приходят в гости и разные люди, и есть люди в погонах, и просто в штатском с родителями разговаривают. И ребенок понимает, что что-то происходит, даже маленький, которому три года. И перед изъятием, естественно, родители предупреждают, что будет это все. И детей не забирают, знаете, в масках таких страшные, дяди и тети. То есть ребенком тоже беседуют, ну, на уровне его возраста и объясняют, для чего это делается. И дети помещаются тогда в детский социальный приют. Для чего? Для того, чтобы родители смогли разобраться со своей проблемой. Ну, и прийти в гости к детям, чтобы работники приюта тоже видели, насколько у родителей есть заинтересованность. Потому что бывают случаи, когда после изъятия ребенка мы родителей не видим в детском социальном приюте до полугода. Это, наверное, тот самый случай, когда нужно было уже забрать, и им дети не нужны. Здесь, понимаете, здесь очень тонкую грань нужно смотреть. И чисто, чисто, как психолог сейчас объясню. Когда у родителей забирают то, за что он держался, за ребенка, единственную такую соломинку, у него мир просто перестает существовать. Существовать в каком образе? Он не понимает, что с ним происходит, и надо ли дальше бороться. И некоторые родители просто погружаются с головой в какие-то проблемы, не понимая, что проблема не в том, что чужие дяди и тети забрали его ребенка, а проблема в нем самом. Вот для чего опять мы возвращаемся к врачам-наркологам, что нужно обратиться либо к психотерапевту, либо к психологу и сказать, да, проблема во мне, это нужно признать. Поэтому, скорее всего, не безразличие родителей не позволяет им прийти в приют, а непонимание, что проблема не в социуме, который забрал, и не в той опеке, которой всех пугают, а в том, что ситуация аховая, и ребенку просто пришли помочь. Поэтому здесь все зависит, знаете, кадры решают все. Здесь зависит от кадров, насколько менее травмоопасно будет вот это вот изъятие ребенка, и насколько его примут в детском социальном приюте, окружают любовью и заботой, как будут проходить встречи с родителями, потому что это тоже очень такая тонкая тема. Мы не будем в нее погружаться. Как правильно провести встречу биологических родителей с ребенком, который находится в приюте? Для меньшего травмирования детей возможен вариант назначения опеки родственниками. Исключается только совместное проживание родителей, у которых отобрали. Естественно, тут еще немаловажный нюанс, что даже тогда, когда ребенка отбирают из семьи, родители имеют право на общение с ним. Вот это право никто не забирает, а наоборот оно поощряется, чтобы не потерять вот эту ниточку. То есть варианты помещения детей после отобрания очень разнообразны, что снижает уровень стресса. Возможно, это приют, где работают специалисты, возможно, это назначение опеки родственниками, возможно, размещение в детские дома семейного типа, либо другие формы, но в каждом этапе оказывается психологическая помощь. Конечно, мы стараемся микшировать ситуацию, но родители должны понимать, что, конечно, это стресс. Ну вот, Наталья Сергеевна, вы затронули приемные семьи, дома семейного типа, практика очень такая у нас распространенная. Приемные родители, президент наш говорил всегда и говорит сегодня, что великие люди родители приемные. Вот немножко расскажите об этой теме, как вот родители, которые хотят стать приемными, вот как им к этому подготовиться, как понять, что ты готов стать родителем для чужого ребенка, который, возможно, был изъят из семьи, в которой постоянная ругань, скандалы, алкоголь, наркотики, притоны, ужасное состояние вообще. Приемные родители – это работа. Это работники отдела по образованию. Поэтому это должны быть обученные граждане, которые смогут принять в любой момент, в любое время суток ребенка на воспитание. И поддерживать связь не только с ребенком, с социумом. Но задача приемного родителя, чтобы ребенок вернулся в биологическую семью, потому что это не усыновление. Если вы чувствуете в себе силы и возможности, что ваша семья может быть приемной семьей, то нужно заявить о себе в отделе по образованию того района, где вы проживаете. Отдел по образованию направит. Но приемным родителям можно стать только после специального обучения и получения заключения психолога. Там идет большое обучение по специальной программе и выдается заключение установленного образца, где прописаны особенности характера приемного родителя, его семье, его возможности и с каким возрастом ему будет легче работать. Приемный родитель должен понимать, что это не усыновление. И все дети, которые воспитываются в приемных семьях, ну, по крайней мере, из моей практики, у меня все приемные родители встречаются с биологическими родителями. Это может быть и на территории приемной семьи, либо на территории нейтральной. Для чего это делается? Потому что задача приемного родителя – вернуть ребенка в биологическую семью с наименее травмоопасными какими-то случаями. По той простой причине, что родители могут восстановиться в родительских правах, у них есть такая возможность. Ребенок после выхода из приемной семьи, когда ему будет 18 лет, он все равно вернется к своим биологическим родителям. И если, например, он поступил в семью в три года, представляете, какая большая разница, до 18 лет, 15 лет он жил без своих родителей. И получается, что для него это будут совершенно посторонние люди. Поэтому задача приемного родителя – это помочь биологической семье выйти на путь исправления и оказать помощь и поддержку при восстановлении родителей в родительских правах. Поэтому здесь нужно гражданам, которые хотят стать приемными родителями, родители-воспитателями, понять, смогут ли они работать в тандеме со специалистами и смогут они принять тот факт, что все-таки биологическую семью мы заменить не можем на 100%. И детям мы не можем стать. Мы можем стать их семьей. Да, они могут называть приемных родителей мама и папа, но у них есть биологические родители, которые они тоже любят. Глубоко очень, но они их любят, тоскуют по ним и хотят вернуться домой. Вот как это я сейчас к телезрителям обращаюсь, сколько много делается для того, чтобы сохранить семью биологическую, родную, мам, пап, детей вместе всех. Подключается множество слоев населения, разных социальных групп и разных сотрудников разных служб, для того, чтобы вот эта белорусская ячейка, семья была сохранена. И хочу, чтобы вы в конце программы каждый обратились к родителям, ко взрослым. Сергей Васильевич, начнем с вас. Что я хочу сказать. К сожалению, перед проблемой алкогольной зависимости никто не застрахован. И поэтому, если есть какие-то проблемы, связанные с потреблением, если кто-то из близких, друзей, знакомых говорит, что все-таки какая-то проблема появилась, и если даже, в первую очередь, если у вас есть несовершеннолетние дети, стоит обратиться все-таки к доктору-наркологу. Хотя бы для консультации, хотя бы для того, чтобы увериться, что есть эта проблема или нет. И если она все-таки есть, чтобы избежать дальнейших проблем в семье, в жизни, в работе. Никто на этом свете, кроме семьи, не научит ребенка жить в семье и быть здоровой личностью. А теперь скажу словами детей. Уважаемые взрослые, взрослые, помните, что они за вами наблюдают всегда. Все ваши поступки, они все перекладывать будут на свою дальнейшую жизнь. Поэтому, уважаемые взрослые, помните, что за вами наблюдают. И будьте взрослыми, потому что наши дети тоже когда-нибудь взрослыми станут. Несмотря на то, что государство оказывает большую помощь и в содержании, и в воспитании детей, но, тем не менее, от самих родителей будет зависеть то, как будет слаживаться жизнь у ребенка. То есть я бы хотел пожелать родителям, чтобы они больше внимания уделяли своим детям, воспитывали их достойными гражданами нашей страны. Уважаемые родители, я скажу только одно, что семья – это главное. А поэтому не лишайте своих детей семьи здоровой, полноценной семьи, а себя не лишайте своих детей. И если мы когда-нибудь встретимся с вами, очень надеюсь, не по вопросам государственной защиты. От себя хочу сказать, что взрослым, да, действительно, некоторым нужно задуматься о своем поведении, потому что если вы не будете показывать правильный пример, тогда уже не обижайтесь на правоохранительные органы, которые к вам приходят и рассказывают, что так не нужно было делать. Живите по закону, любите своих детей, и тогда все у вас будет хорошо. Встретимся в следующий четверг с нашими телезрителями. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин